Более 270 женщин и детей, спасённых из плена экстремистской группировки Бока-Харам, доставили в лагерь для беженцев в городе Йола на востоке Нигерии. Здесь им предоставили еду, воду и убежище. Некоторые из бывших заложников нуждаются в медицинской помощи. Спасательную операцию проводила нигерийская армия в лесу Самбиса. Там располагаются тыловые базы боевиков Бока-Харам. За минувшую неделю солдаты вырвали из рук террористов более 500 заложников. Спасённых людей передают специалистам Национального агентства по чрезвычайным ситуациям. «У нас нет центров или ресурсов, чтобы заботиться о вынужденных переселенцах. Лучше всего это сможет сделать Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям. Поэтому от имени нигерийской армии я передаю более 275 переселенцев, спасённых в лесу Самбиса, этому агентству. Я надеюсь, что его представители обеспечат им надлежащий уход и позаботятся об их благополучии». По данной власти, ещё не все спасённые идентифицированы. Поэтому чиновники надеются, что среди бывших заложников могут оказаться и школьницы из города Чебок. В апреле прошлого года исламисты из Бока-Харам похитили около 270 девочек из этого города. Неизвестно, сколько всего пленников находится у террористов. Правозащитные организации предполагают, что с начала прошлого года в руки исламистов попали более двух тысяч женщин и детей. Боевики Бока-Харам заставляют их работать, подвергают женщин и девочек сексуальному насилию или делают из своих заложников террористов-смертников. Исламистская группировка Бока-Харама активно действует на территории Нигерии с 2009 года. Её члены выступают за введение шариата во всей стране и за искоренение западного образа жизни. В марте этого года террористы присягнули на верность исламскому государству и после этого больше не делали публичных заявлений. С марта этого года в Нигерии проходит военная наземная и воздушная операция против Бока-Харам. Для борьбы с террористами объединились вооружённые силы Нигерии – Чада, Камеруна, Нигера и Бенина.